Завершение года молодежных инициатив в преддверии года проектных решений на Ямале о вовлечении молодежи в благотворительные акции, участие в волонтерском движении. Об этом мы не только поговорим сегодня в прямом эфире на телеканале Вектор. Здравствуйте! Добрый вечер, уважаемые гости! Дорогие телезрители, сегодня тему эфира с нами обсудят наши уважаемые гости. Ирина Юрьевна Пономарева, начальник управления по делам молодежи и туризму города Губкинского. Ирина Коваленко, член молодежного правительства Янау. Зарина Решатовна-Шахинурова, руководитель волонтерского движения школы номер 7. И Евгений Похольчик, студент филиала Муравленковского многопрофильного колледжа, участник сборной команды КВН города Губкинского. Сегодня мы обсудим итоги уходящего года молодежных инициатив и возможные планы молодежи на 2017 год. А также поговорим в прямом эфире о таком важном социальном явлении, как волонтерство. В последнее время многие люди готовы оказать помощь бескорыстно. Последняя ситуация с пожаром в Губкинском показала, что таких людей много и в нашем городе. Какую поддержку готовы оказать вы? Именно это и есть вопрос интерактивного голосования сегодня. Итак, уважаемые телезрители, какую поддержку готовы оказать вы? Если это материальная помощь, звоните к нам в студию по номеру 30255. Если вы готовы помочь личным участием, звоните к нам в студию по номеру 30258. И если по каким-то причинам вы не готовы помочь, звоните по номеру 30326. Кроме того, уважаемые телезрители, если у вас возникнут комментарии к теме, или вы захотите задать вопросы нашим уважаемым гостям, вы можете также присоединиться к беседе в прямом эфире. И для этого нужно позвонить по номерам 52410, 52450 и 51977. Ну, а прежде всего, уважаемые гости, хочется узнать ваше мнение, узнать ваши ответы. Не касаясь последних событий в городе, был ли у вас опыт, когда вы оказали какую-то поддержку людям, которые оказались в трудной ситуации? И какую помощь вы считаете наиболее важной? Ирина Юрьевна, пожалуйста, вам слово. Вы знаете, работает микрофон? Все, добрый вечер. Конечно же, я считаю, это дело совести каждого человека, оценивать трудную ситуацию, которая сложилась с каким-либо человеком, или, может быть, с группой детей, или людей взрослых, и оказать помощь. Ну, в моей жизни были случаи разного рода, когда мне приходилось, например, будучи в храме Матроны, нужно было спасти жизнь человеку, вызвать срочно скорую помощь. В городе, в Москве мне то удалось спасти жизнь пожилому человеку. Я думаю, желаю счастья ему сейчас, надеюсь, что этот ветеран жив до сих пор человек, и со здоровьем у него все в порядке. Приходилось оказывать поддержку детям и людям, которые нуждаются. Ну, это дело зов души, поэтому делаешь это, наверное, прежде всего потому, что переживаешь эту ситуацию, понимаешь, что ты тоже можешь в ней оказаться. И, знаете, иногда идешь в крупном городе, и когда видишь на скамейке лежит человек, это не значит, что это бомж, это может быть оказаться, и наш с вами родственник, близкий человек, которому в какой-то момент стало плохо, и он остался в стороне от внимания людей. И многие люди, думая, что это какой-то человек, который не стоит внимания, проходит мимо. А ведь на этом месте можем и мы с вами оказаться когда-то. Может такое быть. Поэтому равнодушие, наверное, это самое плохое качество человека. Но это дело души, сердца и мировоззрения каждого человека. Спасибо вам за ответ, Зарина Решетовна. Вот волонтерство, оно учит неравнодушию. Скажите, вот какую помощь вы могли бы оказать, и какие случаи были в вашей жизни? Ну, я соглашусь с Елена Юрьевна, что это дело души. То есть равнодушных совсем людей, их очень мало. То есть основная масса всё равно они очень люди, которые эмоционально реагируют. И волонтерство, оно изначально призывает к этому. То есть и в волонтерском движении участвуют те люди, которые именно неравнодушные. И поэтому по мере своей силы, вот в разных ситуациях, которые в жизни складывались, то есть мы оказываем разную помощь. Тут и материальную, и посильную финансовую помощь. Но в первую, наверное, очередь это эмоциональная поддержка. То есть поддержка взрослых, детей. То есть вот не быть равнодушными. Это как один из лозунгов волонтерского движения. Не проходить мимо, понимать, что да, это коллектив, это социум. И, как уже говорила Ирина Юрьевна, что мы не можем дать гарантии, что мы не можем оказаться на этом месте. Спасибо. Ирина, как представители активной молодежи, скажите свое мнение. Ну, я пока работаю над проектом «Теплый день». Это как раз-таки прямое направление волонтерства. Мы берем подарки, собираем, жители города приносят нам. И мы 27-го числа идем в центр «Елена» и дарим Новый год, можно сказать, детям, которые нуждаются в этом. И по мне это необходимо делать. Потому что, соглашусь с коллегами, нет уверенности того, что мы не можем оказаться на том месте, что наши дети не могут оказаться на месте детей других. И поэтому, мне кажется, что мы должны помогать всегда. Евгений, скажите, как вы относитесь к благотворительности? Ну, я хорошо отношусь к благотворительности. Это очень полезная вещь. Это помогает людям проявить свое небезразличие, так сказать, к другим людям. И если я хочу как-то помочь, я помогаю посильно, как могу. И вообще, если я хочу помочь кому-то, я могу прийти в «Современник» и поучаствовать в какой-то акции или в чем-то еще, в каком-то движении. Вот таким образом. Спасибо за ваши ответы. И год молодежных инициатив, он подходит к завершению. Скажите, пожалуйста, насколько была эффективна идея проведения года молодежных инициатив в округе? И вот молодежь Губкинского в каких инициативах особенно себя проявила? Учитывая, что следующий, 2017 год объявлен годом проектных решений в нашем округе, я думаю, как раз логическая такая вот цепочка складывается, год молодежных инициатив. И в течение этого года акцент был сделан Департаментом молодежной политики на то, чтобы молодежь привлечь к выработке, именно к разработке, к технологии социально значимых проектов. И сейчас, следующий год, когда все наработанные умения, знания, навыки, они как раз дадут такой хороший эффект, когда люди научились технологии и теперь уже могут реализовать свои проекты. И, конечно же, очень был год знаковым, я считаю, 2016, потому что год был посвящен выборам многих, год был значимый очень в части выборов. Во-первых, представители города вошли в состав молодежного правительства, вот Ирина Коваленко, моя сегодняшняя собеседница, Зухра Сабирова представляет наш город как представитель инициативной молодежи в молодежном парламенте, Дмитрий Лацигин вошел в координационный совет по взаимодействию, развитию молодежного предпринимательства. Это тоже такие знаковые достижения. Хочу сказать, что план мероприятий по реализации молодежной политики, он был составлен с учетом молодежных инициатив. И, наверное, все жители почувствовали на себе это, заметили. Акцент в Центре Современник именно по инициативе молодежи реализован новый. Это клубные интеллектуальные игры, значимый очень проект. Проект по поддержке здорового образа жизни и немножко волонтерского такого направления. Это когда специалисты вместе с воспитанниками выходят в городскую больницу, где находятся в стационаре на лечении дети. Дети – это маленькие существа, которым постоянно нужно двигаться, им непросто находиться на лечении. Поэтому организация досуга, игр с этими детьми, мне кажется, такой очень важный на сегодняшний день. Тема нашего эфира сегодня – это как раз волонтерство, добрая воля человека. Зарина Решатовна, скажите, пожалуйста, чья инициатива принадлежит волонтерству в городе Губкинском в целом, если возвращаться к истокам? Это 2004-2005 год, то есть уже очень давно. Инициатором, душой этой идеи – это Татьяна Семёновна Хлопчак, секретарь антинаркотической комиссии города Губкинского. Сейчас она уже здесь не работает. Она в 2004 году привлекла к этой работе Марину Николаевну Розаеву, педагога-психолога с первой школы. И чуть попозже присоединилась Ольга Владимировна Речкалова. И вот с 2005-2006 года волонтерство обосновалось в седьмой школе. И получается с той поры как бы вот… А сегодня можно сказать, сколько волонтеров в Губкинском существует? Я точную цифру всех губкинских волонтеров сказать не могу, потому что сейчас появились волонтеры и в «Современнике», то есть там большой самостоятельный свой отряд. И во многих школах есть волонтерские подразделения, потому что в плане проектной деятельности, в плане реализовывать себя, социальных проектов поддержки, то есть на Ямале делается очень много для этого. И возможности представлять проекты, реализовывать их имеют все. Поэтому я думаю, у нас, наверное, человек… Ну, наверное, около… Больше 500 – это точно, однозначно, как бы вот. А те, кто этим занимается не постоянно, а с какой-то периодичностью, их еще больше. Ирина, вот скажите, молодежь насколько активно увлекаются в процесс благотворительности, насколько участвуют в волонтерских движениях? Даже, знаете, могу пример привести. Это деловая молодежь Ямала. Окружной проект, который приезжали и гранты выигрывали молодежь нашего города. Об этом мы, кстати, покажем в нашем сюжете немного позже. Примерно первый… Это первый год, который… Самая большая численность проектов была предоставлена именно нашими горожанами. И примерно, ну, процентов 70 – это были волонтерские направления. Два проекта из них выиграли данный… Данный грант выиграли 10 тысяч рублей. И, как уже говорила Ирина Юрьевна, это как раз-таки создание игрушек. И с этими игрушками идти в центр Елены и в городскую больницу, в детское отделение. Поэтому мы замечаем только прогресс наших людей, наших горожан. И это замечательно, по моему мнению. Волонтеры активно участвуют, кроме благотворительных акций, они активно участвуют во всевозможных молодежных форумах и конкурсах. Именно об этом мы подготовили небольшой материал. И сейчас предлагаю ненадолго прерваться и посмотреть сюжет. На протяжении шести лет в округе реализуется общественно-образовательный проект «Деловая молодежь Ямала», участниками которого могут быть инициативные группы, молодые предприниматели, детские и молодежные объединения, волонтерские движения. В этом году, во время прохождения одного из этапов окружного проекта, в Губкинском состоялся конкурс мини-грантов. Было представлено 18 работ. Победу одержал проект под названием «Молодежь Ямала помнит». Автор – Оксана Иванова. На выигранные деньги – 30 тысяч рублей – приобретено оборудование. Сейчас актуальна проблема преемственности поколений. Очень много переписывается. История в других странах часто искажается. Хотелось бы сохранить эти факты именно из уст, так скажем, пересказанных от самих участников Великой Отечественной войны. Детей, которые пережили эти тяжелые годы. И чтобы последующие поколения и сегодняшние это помнили, чтили, уважали. Грант в размере 10 тысяч рублей получили два волонтерских проекта «Доброе дело» и «Мягкая радуга». Еще одно волонтерское движение «Доброход» на базе 4-й школы в этом году представляло «Ямал» на молодежном межрегиональном форуме «Александр Невский. Слава, дух и имя России». Ученики начальных и старших классов презентовали свои творческие работы, а именно рисунки, видеоролики и стихотворения собственного сочинения на патриотическую тематику. На конкурс я представил стихотворение, посвященное «Ямалу», как вот моей патриотической родине. «Ямал», как много в этом слове, он будто говорит «Ямал». И никогда мы не забудем, что предками нам был он дан. Делегация из Губкинского, члены городского волонтерского движения «Кто, если не мы» прошли окружную молодежную профильную смену «Интеллектуальный клуб». В столице округа, в Салихарде, ребята приняли участие в мастер-классах, тренингах и общих сессиях. У нас были очень опытные тренеры, и они дали нам много нового. Научили нас правильно говорить, правильно рассказывать правила игры, правильно их составлять для разных возрастов, для разного количества людей и для разной тематики. Самые активные форумчане, в том числе губкинцы, получили сертификаты участников «Интеллектуального клуба». Ну вот такие небольшие итоги форумов и конкурсов молодежных. Практически в завершении года молодежных инициатив губернатор округа Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что окружные мероприятия, проводимые для молодежи, позволяют увлечь молодежи в реальные дела, в реальную жизнь, как бы отвлечь их от виртуального мира. Интернет и социальные сети, на ваш взгляд, насколько сегодня поглощают, так скажем, жизнь молодых? Что можете сказать? Можно я, наверное, прокомментирую. На самом деле социальные сети, они не так и плохие. Они во многом играют большую роль во благо нам и во благо молодежи. То есть также организация каких-то мероприятий. Мы создаем опросы, что именно хотят видеть жители нашего города, и где они могут прокомментировать и добавить какие-то свои ответы в улучшение реализации тех или иных мероприятий. И также, если это будет все учитываться, то мы повысим не только уровень качества мероприятий, но и количественный уровень показателей. Евгений, вот по поводу социальных сетей, и также вы, как участник игры КВН, скажите, интеллектуальные клубы, игры в КВН, всевозможные квесты, увлекают ли молодежь? Или все-таки в интернете интереснее? Я считаю, вообще, если у человека есть какие-то интересы в жизни, то он находит себе какое-то занятие, которое ему интересно. Если ему хочется добиться каких-то высоких результатов, он, конечно, будет увлечен в этом деле. А если у человека особо нет интересов, ни хобби какого-то, то он будет вовлечен в сети и никак больше не будет с миром интерактивно действовать. Ирина Юрьевна, вот слушая молодежь, что скажете? Можно я добавлю еще? Но я соглашусь в той степени, что на сегодняшний день, учитывая медийность нашей жизни, нашей деятельности, вот при правильном, скажем, пользовании, при правильном отношении, как раз социальные сети — это хороший инструмент, где молодежь общается, узнает. Я хочу сказать, что посредством, например, этих сетей мы проводили как раз среди молодежи конкурс на выбор символа Ямала. Это знаковый очень проект символа Ямала, и молодежь как раз свои работы выставляла и в сети контакт, в социальных сетях, тем не менее, этим посредством. И ведь вы посмотрите, разве от этого был плохой результат? Многие жители и взрослые, и дети работают в этом при правильном направлении. Это хороший инструмент. И ведь сложилось так, что именно жители нашего города определили вначале три главных символа, а потом выбрали один символ. Никольский сквер — это душа нашего города. Такое определение. Ну, я думаю, лучше ничего результата быть не может. Потом я хочу сказать, что у нас были такие реализованные мероприятия, как конкурс социальной рекламы, где тоже посредством общения в социальной сети и конкурс молодых блогеров — это не так плохо. Единственное, наверное, рекомендации, просто пожелания. Да, это нужно развивать. И поэтому одно из направлений в молодежном центре «Современник» — это как раз развитие, работа с медийными средствами, и в том числе посредством развития молодежного блогерства. Это очень важно на сегодняшний день. Тут направление, кусок работы, где нужно правильно обучать, как этим пользоваться. Спасибо. А к нам в студию поступил телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. И я вот хотела спросить, подскажите, пожалуйста, какие мероприятия проводятся в «Современнике» для молодых семей? И когда и куда можно обратиться для проведения досуга? Спасибо. Спасибо, Наталья, за вопрос. Молодые семьи. Да, можно я, наверное, отвечу. Буквально недавно у нас прошел фестиваль-конкурс, это молодая семья, семья года точнее, где выбрана была лучшая семья города. И мне кажется, это как раз-таки мероприятие, буквально недавно прошло, связанное с семьей. У нас есть клуб молодых семей. В «Современнике» можно прийти в любое время, точнее, с 10 утра до 10 вечера в «Современнике» в 203 кабинет. А где горожанам обычно брать информацию? Информацию можно взять также в социальной группе ВКонтакте, это МБУ «ЦДДМ-современник». Там вся информация подробная и по кружкам, и по расписанию все есть. Я еще добавлю, уважаемая Наталья, есть единый молодежный портал МПЕК, молодежный портал молодежи города Губкинского, можно зайти, информацию узнать, либо на сайте администрации города Губкинского есть раздел «Молодежная политика», 51930, телефон «Центра «Современник». Я хочу сказать, что как раз акцент на работу с молодой семьей, по поддержке молодой семьи сделан в этом году. Это множество семейных мероприятий спортивно-технического, спортивно-оздоровительного плана. Сейчас я хочу сказать, каждый год, сейчас просто у нас уже выехала группа молодых семей, 16 человек, они отдыхают, представляют наш город как клуб молодой семьи. В санатории «Красная гвоздика» путевки бесплатные, предоставляются и приобретаются за счет окружного бюджета. Поэтому приходите, участвуйте, и спортивная, и оздоровительная, и интеллектуальная деятельность, творческая мастерская. Есть возможность поиграть вашим детям в уголке и посетить уголок живой природы, в игровой зоне, и посетить уголок живой природы в эколого-эстетическом клубе «Гармония». Приходите, обращайтесь, будем вам рады. И, наверное, в летнее время особенно вам будет интересно с детьми пройти комплекс веревочных трасс, испытать себя еще и в такой совместной деятельности, в семейном досуге. Спасибо. Спасибо вам за ответ. А вот в эти дни мы наблюдаем крепкие морозы, минус 50 на улице. Как вы думаете, насколько падает активность молодежи? И ведь работа, наверное, ведется ограниченным с молодежью. Зарина Решатовна, вы у нас как школьный педагог, скажите, чем занята молодежь мороза, как вы думаете? Ну, видите, у нас немножко такая специфическая ситуация, потому что есть понятие «актированный день». И вот последний с понедельника по вчерашний день был с 1 по 11 класс. Но мы все равно находимся в школе, и дети приходят, потому что родители привозят, приезжают на такси, то есть не стоит, что называется, жизнь на месте. И ограничено, конечно, по количеству массовым, потому что не приходят массово, но проходят и мероприятия, и подготовка к мероприятиям. То есть когда заходишь там в минус 40 лишним с улицы в школу, то дети там есть. Спасибо. Я напоминаю, что тема интерактивного голосования сегодня — это, так сказать, тест на волонтерство. Какую поддержку вы могли бы оказать? Я также отмечу, что накануне праздника Международного дня добровольцев мы проводили аналогичный опрос, спрашивали случайных горожан в рамках программы «Мысли вслух». И сейчас я предлагаю посмотреть фрагмент программы. Если что-то случилось на улице, надо помогать. А если так, конечно, надо помогать. Вот в данном случае, как сгорел дом, надо помогать. Сама лично бы постаралась помочь. И если были бы денежные, то и деньгами помогла. Смотря кому, бывает помощь животным, бывает в постройке чего-то, бывает просто на болезни собирают. В зависимости от ситуации. Скорее всего, личное участие и финансовое, смотря какая ситуация, от этого тоже зависит. Готова всегда помочь, если что. При возможности помогаем, если есть возможность. Как бы и дороги, или как там, вот бывает же по-всякому. Любым удобным и доступным мне способом. Если это деньги, значит деньги. Если это поступок, всегда иду на встречу. Если буду приглашать, принимать участие в каких-то проектах, всегда соглашусь. Личным участием финансово пока не позволяет. Волонтерство финансовое не может быть, оно лично, своими руками. Чем можно, тем и надо помогать. Людям можно помогать и душой, и материальным, и как получается. Опрос показывает, что в губкинском люди достаточно отзывчивые. Вот скажите, Ирина Юрьевна, разные слои населения, разные сферы города, наверное, нуждаются в помощи и в добровольном труде. Как вы думаете, куда лучше всего направлять волонтеров, направлять молодежь, так скажем, для благотворительности, для оказания именно того труда, который бескорыстный? Направлять, я думаю, не надо, молодежь должна идти по велению своего сердца. И я хочу сказать, что, вы знаете, подсказывать — это другой разговор. Я думаю, все люди понимают на сегодняшний день молодые, как они планируют построить свою жизнь, то есть от этого у них уже сложились жизненные установки, люди знают свои жизненные цели, и поэтому сами выбирают путь. Вы знаете, на самом деле у нас есть та молодежь неравнодушная, которая на сегодняшний день — это тоже волонтерский труд воспитывать молодежь. Да, у нас есть инициатива молодых ребят-казаков, которые реализуют проект «Арктические витязи» и бесплатно на добровольной основе на территории храма и в первой школе обучают ребят видам русского рукопашного боя, там, национальным, играм русским. Это тоже волонтерство, воспитательное волонтерство. Работают педагоги школ в воскресной школе, они ведут бесплатно занятия, это тоже волонтерство. Кто-то приходит и помогает физически, например, в храме поможет прибрать к празднику, да, это тоже волонтерский добровольческий труд. Кто-то приходит и помогает в организации «Доброе сердце» физически уборку помочь сделать для животных, что-то там сколотить, помочь вольеры подремонтировать, да, это тоже добровольческая помощь. Кто-то приносит продукты, питание для животных, что-то еще нужно. Это не обязательно, добровольческая помощь, это не обязательно помощь в виде денежных средств. Вот я хочу сказать, есть такой пример, более 5 лет, 6-й год уже мы реализуем проект «Ковчег», православный лагерь «Ковчег». И идея возникновения, в январе, кстати, будет уже 6 лет, вот когда мы общались на эту тему, нужен такой проект или нет, мы не просто было решиться на реализацию этого проекта, мы с уважаемым отцом Валерием обсуждали эту тему, и это тоже, знаете, своего рода волонтерство, попробовать и получить грантовую поддержку на реализацию этого проекта, то есть деньги для того, чтобы ребята могли поехать. Воскресной школе, ребята в воскресной школе, школы, ребята те, которые состоят на учетах, из семей многодетных, из семей малообеспеченных, где родители... Ирина Юрьевна, вынуждена вас прервать, время подходит к завершению. Вот хочется услышать молодежь. Евгений, скажите, что побуждает молодых сегодня к благотворительности? Может ли подросток или молодой человек сам самостоятельно прийти к волонтерскому движению? Ну, конечно, вообще все зависит от воспитания. Как человек воспитан, так он и будет себя вести. Если ребенку с детства говорят, что нужно помогать людям, что это хорошо, он, конечно, сам найдет какие-то пути, чтобы помочь людям. И вот таким вот образом, я считаю. Ну, сегодня мы еще хотели... А, Залина Решетовна, вы хотели бы дополнить. Можно добавить? Воспитание, конечно, это очень... Ну, наверное, одно из самых важных, да. Но если ребенок увидел пример, то есть если есть возможность пойти, то есть если его позвали, предложили, и он понял, что это искреннее, и там его поддерживают, у него есть и на вышенке, то даже если такого в семье нет, но его здесь понимают и поддерживают, то он будет приходить и будет этим заниматься. Спасибо вам за ответ. Сегодня мы также хотели бы немного затронуть тему наступающего года, 2017-го. Он в округе объявлен годом проектных решений. В стране Владимир Путин объявил годом экологии. Это значит, отдельное внимание будет уделяться экологическим проблемам. Темы несколько перекликаются с идеями волонтерства. Зарина Решетовна, скажите, есть ли какие-то планы на будущий год, что волонтеры могут предложить в качестве проектов? У волонтеров всегда есть планы и на будущее, и на предыдущий год, и в перспективе. Сейчас, скажем так, мы в раздумьях, потому что у нас такой переломный момент в нашей организации. Нам 10 с лишним лет, у нас немножко такая происходит смена внутри, то есть мы в поиске новых целей, новых задач. Поэтому, скажем так, мы еще пока вот... Они витают у нас эти идеи в воздухе, но вот озвучить их конкретно, что как это будет происходить, скажем так, мы пока еще не в состоянии это сделать. Но главное, что идеи есть. Идеи есть всегда. Ирина Юрьевна. Да. Мне хочется, пользуясь случаем, поздравить еще раз моих всех уважаемых коллег с успехами в год молодежных инициатив. И я хочу сказать, что три инициативы специалистов эколого-эстетического клуба «Гармония» получили от организации «Сибур» поддержку, финансовую более 400 тысяч рублей. Это как раз проекты, контактный зоопарк, театр экологической направленности. И вот, учитывая то, что в год 2017 год будет объявлен, уже, вернее, объявлен в России годом экологии, мои уважаемые коллеги разработали на сегодняшний день положение о проведении межмуниципальной акции по очистке берегов. Она так и называется «Чистые берега Пякупура». На сегодняшний день мы уже согласовали с администрацией Пуровского района положение проведения этого совместного проекта. И уже, я знаю, сегодня нас поддерживают сторонники партии «Единая Россия». И я думаю, многие общественные организации присоединятся. В течение лета мы будем заниматься очисткой берегов Пякупура. Но это не один проект. Я хочу сказать, что как раз пять проектов на сегодняшний день специалистов Центра «Современник», молодых специалистов, они получили финансовую поддержку Департамента молодежной политики. Они будут реализованы в 2017 году. Один из этих проектов – это волонтерский фестиваль. Есть у нас идеи о проведении байкерского фестиваля. Есть у нас идеи о проведении реализации студии «Вундерпарк». То есть вот те идеи, которые на сегодняшний день уже получили оценку. И, конечно же, мы обязательно пригласим и приглашаем всех жителей города присоединиться к нам. Ну а мы, в свою очередь, желаем вам реализации всех задуманных проектов и идей. Наш прямой эфир подходит к своему завершению. Это значит, что время подвести итоги интерактивного голосования. Итак, первый вариант ответа – материальная помощь набрал 39%. Второй вариант – помощь личным участием 57%. И не готовы помочь по каким-либо причинам 4% дозвонившихся. Я думаю, это говорит о том, что город Губкинский – город неравнодушных людей. Я желаю всем добра и тепла в этом году и в наступающем. Также всегда жить так, чтобы была возможность помогать людям. Это был прямой эфир на телеканале «Вектор». Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова